Коррупционный скандал в святая святых в сфере обороны. Это стало главной новостью уходящей недели и может стать главным процессом всей осени. Детективы антикоррупционного бюро пришли за топ чиновниками оборонного ведомства. По версии следствия, они зарабатывали на схемах поставок топлива и обманули государству как минимум на 150 миллионов гривен. Ситуацию прокомментировали уже и министр обороны Степан Полторак и президент Украины Петр Порошенко, как развивались события. Напомнят мои коллеги. Переполох на 150 миллионов. Оборону оборонного ведомства пробил коррупционный скандал. В среду НАБУ задержало двух государственных ВИПов. Заместителя министра обороны Игоря Павловского и руководителя департамента госзакупок Владимира Гулевича. Их обвиняют в организации топливной схемы. В прошлом году министерство подписало контракт с небольшой фирмой на очень большую сумму. За рекордный миллиард гривен должны были купить 70 тысяч тонн горючего. Но после подписания соглашения стоимость топлива резко возросла. Было незаконно без будь-яких на те підстав переглянуто угоди. И укладено додатковые угоди между Министерством обороны и государственным бюджетом. Компанією-постачальнику было перераховано 149 миллионов 39 тысяч гривен на подставе этих додатковых угод. Это говорит уже сам подозреваемый замминистра Игорь Павловский на заседании суда. Уже в четверг и ему, и Владимир Гулевичу избрали меру пресечения. Обоих к неудовольствию прокуратуры отправили под домашний арест. Хотя на поруки Павловского был готов взять заместитель секретаря СНБО. Да и министр барона Степан Полторак своего подчиненного поддерживает. Из-за Павловского готов поручиться к министерским портфелям. Нужно извинять людей, всех, не только Павловского, до решения суду. И не цеплять на них и релик, потому что он злочинец, потому что у него есть дети, родные, близкие, друзья. Если право не будет доказано, это ваш подмет, это и ваше ответственность? Звучайно. Если будете вы подавать в результаты? Я готов до того в любой час. На честном расследовании настаивает и президент. Позиция первая. Никому не дозволю красить в армию. Те, кто будет красить в армию, руки по ветру падают. Это позиция президента. Потому что армия является предметом моей персональной турботы. Армия является одним из наших очевидных достигений за три года. Я приветствую, когда какая-то подозра, что коррупция, передается в право охраны. Кроме Павловского и Гулевича, подозрения по этому делу вручили еще четырем чиновникам. Что касается фирмы, у которой закупали топливо, в СМИ пишут, что ее руководители успели покинуть страну. Любопытно, что это расследование началось больше года назад. Со статьи в еженедельнике «Зеркало недели». Журналисты разобрали по косточкам один из крупных тендеров Министерства обороны. Закупали топливо. Победитель – малоизвестная фирма. Схема простая, как две копейки. Для победы в тендере заявляют одну цену, максимально низкую. А вот после заключения договоров цену повышают. Естественно, по согласованию с Министерством обороны. И, как выяснили журналисты, и теперь подтверждают следователи, до уровня намного выше рыночного. История эта интересна еще и тем, что у нас же в стране вроде как победили коррупцию в сфере госзакупок. Но, по крайней мере, политики регулярно об этом отчитываются. Работает система Прозора, и все тендеры проводятся открыто. Любой участник торгов, которого в тендере обошли незаконно, может опротестовать несправедливое решение. Но есть один нюанс. Схемы тоже работают, несмотря на Прозора. Тему продолжит Павлина Василенко. За год больше миллиона открытых госзакупок и 30 миллиардов сэкономленных гривен. Дальше больше. В Минэкономике надеются. До конца 2017-го Прозора сохранит казне 50 миллиардов. Хотя сумма могла быть еще солиднее. Ведь дельцы до сих пор находят тень в уже, казалось бы, прозрачных закупках. На начале запуска Прозора все были очень переляканы. И как-то, ну вот, был все-таки страх. А сегодня уже, скажем так, замовники расслабились. У нас, фактически, была тендерная мафия, очень такая потужная. Они пытаются все равно остаться в схемах. Именно пресловутые схемы – основа бизнеса по-украински. Уловки, с помощью которых можно легко обойти Прозоро у чиновников в ассортименте. Найпопулярная схема, скорее всего, это прописывание квалификационных вымог до товара или до участника, чтобы попадала только конкретная особа. Другой такой, найпоширеннейший способ – это, соответственно, падение, прописывание каких-то документов, которые необходимо подать в термины меньше, чем они выдаются. Разделяй и властвуй. Этот принцип чиновники тоже умело переносят на госзакупки и активно используют допороговые суммы. Ведь если услуга или товар стоит меньше 200 тысяч гривен, тендер можно не проводить, а подробить миллионные суммы не составляет большого труда. Они делят себя маленькими частинками по 199, 999, выкладывают прямой договор с поставщиком, не понимали, как они его убирали, по какому принципу, и только свидетельствуют о том, что в системе, и так может быть на достаточно большие суммы. Высший пилотаж до порогового дробления показала шахта «Россия». Там закупили продукты по заоблачным ценам у одного поставщика. Муку брали по 200 гривен, подсолнечное масло по 2000, а мясо и того дороже. «Один килограмм 4 тысячи гривен, и они говорят, что у них цена другая, но они так и не предоставили никаких нам ответов. Уже год мы ждем проверку, будут ли привлечены должностные лица к ответственности, неизвестно». И таких примеров довольно много. В Полтаве тоже рубят капусту, не жалея государственных денег. Все лучшее, точнее, все самое дорогое там покупают детям. Управление образования для детсадов закупило 15 тонн капусты почти по 8 гривен за килограмм. Это вдвое дороже, чем на рынке. У нас детсады будут дороже капусту купить. Это есть, при том, что в соседних областях закупируются за нормальной ценой рынковой. Чтобы обойти Прозоро, заключают договоры с фирмами-однодневками или с так называемыми своими фирмами. По мнению правоохранителей, эта схема сработала и в этом доме, где деньги на капремонт трубы отопления выделялись дважды. Здесь полтавским чиновникам даже декоммунизация помогла. Вначале выделили 216 тысяч гривен на ремонт дома по улице Маршала Конева. Ну а после переименования уже другой частник получил ту же сумму на ремонт того же дома, но уже по улице Евгения Коновальца. Я не знаю вообще, как там люди ходят. Там не ездить, по-моему, ничего нельзя. Поэтому зимой здесь вообще, наверное, страшно. Подобная ситуация в Полтаве и с ремонтом дорог. Это улица Верховинца, недалеко от центра. В прошлом году ее уничтожили дожди. В этом, говорят журналисты, на ремонт запланировали полтора миллиона гривен. В марте провели предоплату более 400 тысяч одной фирме. А уже в июле такой же договор и такой же задаток получил другой подрядчик. При этом ни техники, ни рабочих за все это время люди здесь не видели. Это немного похоже на какое-то выгодное кредитование. Безвотцовое. Тут ты приходишь к мискраде, берешь предплату 400 тысяч гривен, ничего не делаешь. Потом просто повертаешь эти деньги безвотцовое. В сентябре в Полтавский горсовет приходили следователи генпрокуратуры и даже обыски провели. Но местные чиновники говорят, пришлось дважды заключить договоры на одни и те же работы, поскольку летом вступил в силу закон о лицензировании деятельности, а у подрядчиков не было документов. Не хвалуйтесь, ни копейка, ни копейка даремно не вытрачена, и объем работы не задвоенный. Подрядник один взял, который не имел лицензию. По закону он далеко не имел права выполнять, повернул аванс через держку значительства. Ось этот релейбус выпробовали в Санкт-Петербурге. Новое, это хорошо забытое старое, решили в Ривне. И купили белорусский гибридный троллейбус «Дуобус» за рекордные 7,5 миллионов гривен, хотя были предложения и подешевле. Истории дорогого, но старого рогатого предали огласки журналисты. Троллейбус, который ездит в Ривнену, покупали через фирму-прокладку, которая до этого никогда ничего не продавала, и только реализовала этот троллейбус в Ривнену. От этого троллейбуса отмолвились в России, нашли там ряд дефектов, о которых сами уже россияне нам рассказали, и уверена, что его больше ни где не смогли продать, кроме города Ривна. После журналистского расследования полиция начала досудебное. Ривненских чиновников подозревают злоупотребление служебным положением. За последнее время открыто много уголовных дел, но приговор есть только по трём. Нюанс в том, что бывшая КРУ, а ныне государственная аудиторская служба, не имеет полномочий привлекать к ответственности на этапе торгов. То есть предупредить преступление не могут. Подделаны документы и подписи выявить проще всего. Сложнее доказать связь между заказчиком и фирмой-подрядчиком. Друг, сват, брат. Конфликт интересов возможен, но его могут просто не увидеть. Называют, что вот он друг, он там друг. Ну, друг это не показник. А вот родич, это уже совсем другая справа. При наявности родинных связей между компанией, которая выиграла, например, тендер, и то, что чиновник, который голосовал про этот тендер, он прямо, безусловно принимал в этом участь, то это безусловно конфликт интересов. И тогда такая компания, можно, скажем, можно оскорживать, насколько прозоро и насколько дотриманы были все требования. Доказанного конфликта интересов достаточно для того, чтобы отменить тендер. Но есть еще одно но. Если торги отменялись дважды, заказчик имеет право начать переговорную процедуру. И в итоге все равно выбрать того, кого нужно. Павлина Василенко, Инна Белецкая, Даниэль Косаковский, Сергей Килибник. Подробности недели. Телеканал Интер. А у детективов антикоррупционного бюро еще один клиент. И теперь это сам министр инфраструктуры Владимир Амелян. Журналисты выяснили, что бюро еще с мая проводит расследование в отношении министра. Подозревают в незаконном обогащении. Детективы уже получили доступ даже к переговорам Амеляна по мобильному. Суть дела в том, что министр, по версии НАБУ, не указал в электронной декларации весь список имущества, которым он реально пользуется. А это и дом, и машина, да и добра у министра и его родственников якобы больше, чем можно позволить себе на официальные доходы. Сам министр утверждает, что никаких нарушений с его стороны не было. Мол, готов сотрудничать по этому делу с любыми правоохранительными органами. Хоть с НАБУ, хоть с СБУ, хоть с Генеральной прокуратурой. Продолжение следует...